Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы ждем ваших звонков и открыты для разговора. В прошлый раз наша программа прошла очень динамично. Да, мы, кажется, затронули достаточное количество тем, ну, как это часто бывает. Ну, в общем, говорили о зависти. Это я напоминаю, может быть, тем, кто смотрел, тем, кто не видел. Рассказываю. Мы говорили о зависти, и нам позвонила женщина, которая, в общем, задала очень конкретный и простой вопрос, на который нам пришлось отвечать, к нам как-то присоединились люди. Вопрос заключался в том, зачем нам показывают, ну, нам, видимо, широкой общественности показывают, ну, роскошную жизнь отдельных представителей наших же людей, скажем так, наших сограждан. Вот. Зачем это делают, если, кроме как злости и зависти, это ничего не вызывает? Ну, вот какой-то такой был вопрос. Ну, слово «зависть» не прозвучало, да? Прозвучало слово «злость». Прозвучало слово «бесит». Бесит, да. Вот, ну, да, может быть, зависть я добавил, потому что мы об этом начали говорить, ну, точнее, мы начали говорить о сравнении, о сравнении себя и других, и о том, насколько, ну, как это проявляется, может быть. И мы к вам обращались, и с этим вопросом, да, как в вашей жизни проявляется, есть ли оно, это сравнение себя и других, в обладании чем-то, в лучшей территории, где вы живете, в более дорогих вещах, которые кто-то носит, но не вы, да, что-то с детьми там лучше происходит, вообще у кого-то лучше. Ну, это такая, может быть, извечная тема, регулярно повторяющаяся, но интерес к этой теме не уменьшается, потому что чувства, которые рождаются в связи со сравнением, оно может происходить ежедневно. И я знаю, что люди, которые приходят ко мне на прием, они говорят о том, насколько это важно, и насколько они, ну, иногда это происходит автоматически, то есть не могут от этого избавиться. То есть где-то внутри сидит вот эта программа по сравнению, да, ну, я такой связь с компьютером немножечко. Ну, какой-то блок, если, да, таким механистическим языком говорить, какой-то блок, какой-то критик иногда мы его называем, такой внутренний критик, который говорит, посмотри, как у других. Причем это сравнение может быть не только, и это важно, кстати, не только в смысле богатства, ну, материального, вечного мира, но и в смысле этических и моральных вещей. Внешности. Внешности, да, посмотри, у кого-то лучше там что-то, да, фигура, я не знаю, да, прическа, там, глаза, все что угодно. Да, или посмотри, кто-то лучше учится. Ну, вот мне, например, интересно, если бы вы какие-то свои истории рассказали, поделились, потому что истории, связанные с родительством и с таким предъявлением сравнения детям, посмотри, соседка Катя, Маша, Леша, ну, вот там учатся лучше, да, слушаются родители лучше, помогает, выносит мусор. И, в общем, вас, возможно, во мне, в ком-то рождают это какие-то определенные чувства, смешанные. Тем более, если об этом говорят родители, с одной стороны, в этом, наверное, есть ощущение правоты, потому что родителям доверяешь и ощущение, ну, какой-то вот, не знаю, чувства вины за то, что ты не такой хороший, как кто-то. Все время вот это чувство, что я не до, да, я вот, ну, я не достигаю вот какого-то параметра, какой-то характеристики, в которую успешны другие люди. Да, и вот, а с другой стороны, это, наверное, очень сильно со временем начинает раздражать, гневить и, в общем, вызывает массу чувств. И вот, возвращаясь, наверное, к звонку нашему, прошла, из прошлой передачи, можно сказать, что вот какой-то такой сравнительный аспект, вот он, ну, может быть, я сейчас в одну все кучу, но мне кажется, что здесь есть логика. Вот эта идея сравнения, у кого чего сильнее, у кого лучше вакцины, у кого крепче границы, у кого сильнее оружие, ну, вот это вот, да, у кого, я не знаю, там, красивые женщины в каком городе, у кого футбольная команда лучше. Да, мы говорили о том, что у этого сравнения есть какая-то такая адаптивная, очень важная сторона, но вот мы выясняем, у кого футбольная или хоккейная дружина лучше, у кого космонавты дольше находятся. Вот, то есть это сравнение пронизывает, вы можете идти по дачному массиву, заглядывать через забор у соседей, знакомых или незнакомых, и смотреть, что их помидоры, мы про дачу тоже говорили, не такие кустистые, как у вас, или наоборот, они более, они уже поспели, или у них клубники больше, или у них деревья старше, или у них, я не знаю, тропинки ухоженнее, в общем, это какой-то вот такой постоянный какой-то процесс. Бесконечная история, и я даже чувствую, когда вы, Алексей, перечисляете, прям какой-то ресурс утекает, если вот, это же на все можно идти, вот по дороге на дачу даже, да, и обращать на все внимание, у кого какой дом, огород и прочее, то есть это трата ресурсов. Ну да, можно ехать в потоке машины, смотреть, кто на какой машине едет, и их тоже сравнивать. И, в общем, трата, но почему я начал это говорить, я надеюсь, что в перечислении, ну вот есть тот самый момент, когда начинаешь чувствовать, когда слушаешь перечисление, начинаешь чувствовать вот то чувство, о котором вы говорите, да, вот что-то в этом рождается. Может быть, идея о том, что это не про меня, то есть я вообще никого ни с чем сравниваю, я живу свою жизнь, никуда не заглядываю, и слава Богу, как говорится, если это у вас так. Ну вот мы, наверное, сейчас едины или проясняем этот вопрос теми людьми, которых, в общем, это, может быть, достало, которые периодически, в, ну, скажем так, в паузах между сравнениями думают, от чего я сравниваю, да, и как долго это может продолжаться. Вот, с одной стороны, ну, в общем, меня это куда-то подвигает. Человек, пришедший ко мне в кабинет, рассказывает. В общем, с одной стороны, меня это заставляет больше работать, там, менять место жительства с какого-то своего на лучшее, да, куда переехали, я не знаю, там, друзья, коллеги, вот, покупать какую-то новую машину и так далее, еще что-то делать, одежду более дорогую, брендовую покупать. Но вот там внутри вот это вот, вот этот вот, я не знаю, как его сравниватель такой, критик, цензор, ну, это немножко разный, да. Ну, то есть эта история не заканчивается, да, со сменой всего этого и для достижения каких-то целей, она, возможно, приобретает другие масштабы. Она приобретает другие масштабы и на уровне, наверное, вот, национальном, я сейчас не берусь, про другие страны, я не смотрю телевидение других стран, но вот если адресоваться к этому звонку, вот мы это сравнение себе показываем, то есть вопиющее неравенство, да, то есть не просто у кого-то, я не знаю, два куста помидора, у кого-то три, а здесь на уровне, я не знаю, у кого-то два куста помидора, а у кого-то, я не знаю, целое поле, гектар там, да, то есть, ну, до этого не доберешься совсем. Сколько ни сажай, не доберешься. Вот, что мы таким образом хотим сказать самим себе, кроме того, что это раздражает и, может быть, кому-то хочется дотянуться, кому-то хочется попасть в клуб «Форбс», я таких тоже знаю, да, ну, там куда-то, вот, но это вот все, все это накапливает достаточное количество раздражения, и в прошлый раз, кажется, мы об этом начали говорить, и это раздражение требует какого-то выхода, но вот прийти и посадить еще несколько кустов, пойти и купить, если есть возможность, а если нет возможности купить, да, машину, или там стать более, не знаю, моральным, более красивым, пойти сделать пластическую операцию, но вот он там внутри не затихает этот голос, да, он продолжает, вот, возможно, что-то говорить. Есть какой-то рецепт, чем можно подменить этот голос, или вот как в себе разобраться, чтобы избавиться, потому что, возможно, подмена, она будет, ну, не вполне рабочий человек, это же вот так вот на раз-два не происходит, смена установок каких-то внутренних. Ну, вот мне было бы интересно, как наши зрители с этими вопросами справляются, справляются или вообще является ли это проблемой для кого-то, да, но я знаю, что для части людей, которые приходят в кабинет к психологу-психотерапевту, это является проблемой. Может быть, не всегда первоочередной, ну, то есть не всегда видимой в авангарде, но к этому вопросу мы периодически подходим через, ну, там, неуверенность какую-то, да, тема неуверенности иногда или часто это тема в том числе сравнения, ну, идущего рука об руку, то есть я смотрю на другого мужчину или женщину, парня, как он более уверенно подходит, ну, как сейчас говорят, противоположному полу, знакомиться, как он себя презентует или еще что-то, а я так не умею. И, в общем, это как-то сильно или не сильно, но меня в моих же глазах дискредитирует, да, снижает какую-то мою собственную ценность. И вот это по кругу, что я немножко не такой или я сильно не такой, да, вот, и, ну, вот этот вопрос, он приносится. Вы меня спросили, какова стратегия? Вот я говорю, мне интересно было бы, может быть, как вам кажется, какая стратегия? Есть ли у вас идеи? Не знаю. Наверное, готового ответа нет. В каждом отдельном случае стоит разбираться. Но, наверное, стратегия, что, обратить на себя внимание внутри, что стоит за этим, да, ну, и, может быть, попробовать разложить, какие я от этого получаю плюсы-минусы, хотя бы на первом этапе, да, какие, разобраться, какие чувства я в связи с этим испытываю. Я знаю тоже из общения с разными семьями, где вот сейчас выросло поколение или растет поколение родителей, которые задаются этим вопросом, стоит или не стоит ли своих детей сравнивать и чем это подменить, то есть как мотивировать ребенка, потому что эти родители, ну, что называется, на своей шкуре знают, как их сравнение, да, когда их родители вот эту модель взаимодействия и навязали в детстве, как оно их подтачивало изнутри в плане силы, мотивации и постановки цели, да, и какой-то вот прокрастинации, когда не хочется, или ты вот что-то тебе всегда мешает достигнуть этой цели. Ну, вот, не знаю, посмотрите, да, вот в чем рабочая структура вот этой модели сравнения? — Какие плюсы, какие минусы? — Какие плюсы, какие минусы, да. Вот что я от этого получаю, или какая моя часть страдает от этого, и что я могу, может быть, потом уже думать, что я могу с этим сделать. Ну, возможно, каждый раз, когда я себя ловлю на этом сравнении, хорошо бы, чтобы уже в этот момент была некая модель, которую можно вот прямо здесь и сейчас на месте попробовать. — Другая модель вы имеете? — Ну, другая какая-то, да. Ну, например, где я сравниваю себя с собой же. — Да, есть такая лирическая, я бы сказал, романтическая. Лирическая или романтическая, она периодически, эта тема, обыгрывается в кино или в большой литературе, и звучит почти дословно вот на уровне фразы «не стоит себя сравнивать ни с кем», ну, вот с другим, только с собой, ну, там, вчерашним, например. Как ты у себя вчерашнего? Но здесь тоже интересный есть момент. Я, возможно, с какого-то времени себе вчерашнему буду проигрывать хотя бы в возрасте постоянно, да. То есть вчерашний я все время моложе, все время сообразительней, может быть, да, и так далее. Ну, как старик может выиграть у юноши? Ну, явно не по физическим параметрам, явно как-то по-другому. И что это будет за сравнение, что это будет за соревнование? Но, наверное, в этом есть какая-то очень интересная идея, ну, такого роста, может быть, да. Обнаруживание себя каждый день, там, да, неделю другим, что я по сравнению с собой неумеющим что-то сделал, да. Я подумала, что, интересную мысль вы развиваете, Алексей, я подумала, что здесь еще действительно есть одна ловушка, где мы себя же сравниваем, ну, с собой, со вчерашними какими-то. И, как часто оказывается, люди, вспоминая события прошлого, они вот говорят себе, блин, вот надо было вот тогда вот так вот сказать или сделать. То есть они сейчас себя нынешних уже с опытом с каким-то, да, с каким-то багажом сравнивают вот с теми молодыми, когда они принимали какие-то решения, и они, возможно, были не очень удачными. Я к тому, что у этой модели сравнивать себя с собой действительно есть разные. Разные какие-то стороны, да? Да, разные стороны. А я вот еще о чем подумал, и не помню, чтобы мне эта мысль приходила в голову, ну, вот в таком виде. Я сейчас буду, попробую стать адвокатом сравнения себя с другими. То есть я был, ну, в какой-то степени критиком, может быть, завуалированным, говорил о том, какие это проблемы несет. Вот, а попробовать на 180 градусов изменить позицию, стать адвокатом. Вот я думаю, что такое какое-то важное зерно в том, чтобы сравнивать себя с другими, а не с самим собой, есть в... Зерно содержится в том, что я развернут к людям в этот момент. То есть я чего-то от них, ну, хочу. Пусть это хотение связано с линейкой. Я, грубо говоря, подбегаю к ним с сантиметром, что-то измеряю к себе, и все время недоволен. Зарплату. Неважно, да. Зарплату мы уже поговорили. Но в любом случае это какая-то адресация к людям. Мне чего-то от них нужно. Я как-то себя пытаюсь соотнести с ними. Про отношения с людьми. Я думаю, что это тема отношений. Я думаю, что это тема включенности в отношения с другими. Возможно, мне кажется, что я буду принят другими и принят самим собой, если я буду на уровне, ну, есть такое слово, фраза, да, быть на уровне, на каком-то, на чьем-то. У всех, ну, такой клуб, у кого три или четыре куста помидора, ну, условно. Или у кого там машины в районе полутора миллионов, ну, условно, да. Или у кого зарплата в районе десяти рублей, условно. Вот. И вот, наверное, вот эта вот обращенность к людям, важность какого-то с ними взаимодействия, важность принятия, может быть, другого принятия, кроме как быть такими же, как они, или похожими на них, ну, в каких-то критериях, да. То есть как будто сравнение открывает ворота в, ну, к другим людям. Я могу быть в этой же компании. Ну, то есть странная форма выстраивания отношений, она какая-то эгоистичная. А какая еще? Ну, а во втором варианте я, мне, в общем, не нужны люди. Я самим собой выстраиваю отношения. Я такой, ну, как бы самодостаточный, как бы вот смотрю только на себя. И, в общем, мне никто с другой стороны не нужен. Ну, вот такой перевертыш на, ну, если можно про градусы говорить в теме сравнения. Тогда, может быть, не рассматривать эту проблему именно полярно, да, где есть вот черное и белое. То есть имеют место быть обе стороны. Лен, проблема возникает тогда, когда, ну, на самом, как это сказать, по большому счету в сравнении нет проблемы, пока человек, который об этом говорит, не озвучивает это как проблему. То есть само по себе сравнение не проблема. Проблема то, каков результат в смысле переживаний. То есть один человек сравнивает и говорит, ага, и, ну, в общем, ему как-то нормально, да. Хорошо. Тогда вот в плане обсуждения сценария, что с этим делать, да, там, плюсы-минусы разложить, если мы оставляем эти пункты. У меня еще есть идея. Вот, да, я хотела тоже предложить идею. Тогда, если я сравниваю, прислушаться к себе, посмотреть, вот, какие сравнения для меня болезненные, а какие, наоборот, вот, ну, пока я живу, воодушевляюсь этими сравнениями. То есть и тогда сконцентрировать уже, вот, сузить это поле расследования, исследования, да, тех сравнительных моментов, которые, возможно, уже являются для меня проблемными. Ну, да. Их нужно обозначить как проблемы. То есть их нужно описать, ну, возможно, люди, и, скорее всего, люди, по крайней мере, опять же, я ссылаюсь на, адресуюсь к своей практике, если меня спросят, когда это является проблемой, ну, тогда, когда человек говорит, мне от этого плохо, меня это беспокоит, я считаю, что этого быть не должно. Иногда человек говорит, я считаю, что этого быть не должно, потому что в моем представлении я должен быть другой. Ну, это тоже такое сравнение себя текущего с собой идеальным. Ну, такой, еще один, еще один разворот. Идея, как с этим разобраться, идея, может быть, такого путешествия к самому себе в рамках этого вопроса в том, чтобы попробовать устроить, ну, некий, что ли, разговор с этой программой, как вы выразились, с этой частью. Она очень древняя, она, обычно она очень древняя. Люди обычно говорят, что они сколько себя и помнят, столько и содержат в себе эту штуку. Специалисты, занимающиеся такой психологией, психотерапией, ну, длительной, скажем так, да, заглядывающей не только в настоящее человека, но и в его прошлое, историческое, ну, такие психотерапевты-археологи, большая часть таких, они, заглядывая туда в более ранние слои залегания, тоже видят эту часть, которая уже там находится. И, в общем, есть, я сейчас, наверное, повторю общеизвестную вещь, ну, от повторения хуже, может быть, не станет, что эта часть, этот блок сравнения, он каким-то образом, в общем, связан со значимым окружением, которое когда-то такую роль, такую функцию в отношении ребенка делало. Это к вашему вопросу о том, как быть родителем, да? В общем, если не сравнивать с другими, обычно это сравнение есть, потому что, ну, ребенка выпускают в детский сад, его ведут в школу, и так или иначе там есть система оценок, звездочек, тучек всяких, да, и так далее, да, по росту выстраивания, по полу, по уму и так далее, да, олимпиады и так далее. Вот. И как на все это реагировать? В общем, это такой большой индивидуальный вопрос. Поскольку мы договорились, что, ну, мы так, периодически договариваемся об этом, да, что мы в передаче не сильно даем ответы, а скорее переформулируем вопросы, может быть, наделяя их новыми какими-то позициями для самостоятельного решения вашего и нашего. Вот. То вот это такая археологическая работа, попытка поговорить с этой частью, она иногда оказывается очень увлекательной. Я прям маленький пример. Есть такой, ну, тоже из консультации пример. Человек говорит, что как только он достигает того, о чем эта часть его просит или на что она указывает, она сразу меняет вектор. Она сразу говорит, а, ну, условно говоря, ты вот это сделал. То есть обесценивает, да? Ты вот это сделал, а мог не делать, мог сохранить там старую позицию, мог развиться из старой позиции еще куда-то. Вот. Ну, в какой-то степени это обесценивает. То есть в какой-то степени это постоянный такой, ну, такой кнут, такой критик. Ну, это такой саморазрушающий какой-то такой. Ну, у всех кому какая эта структура досталась. Но она достаточно часто встречающаяся, выраженная, предлагаемая друг другу. Я ведь могу не только себя сравнивать, я этим инструментом могу и других сравнивать, других детей, супругов, ну, своего супруга или супругу, родителей там и так далее, да, друзей. Вот. Ну, в общем, вот про археологию я хотел сказать, да. Я хотела спросить вас, Алексей, имеет ли к этой теме сравнение и переработки, переоценки, переосмысления вот этой модели тема, которую в прошлой передаче нам звонила Алла, и она сказала, что мы не умеем говорить о своем успехе, нас не учат говорить о своем успехе. То есть, есть ли у вас, не знаю, гипотезы какие-то, насколько связана тема вот этого постоянного сравнения с умением человека открыто и спокойно говорить о своих достижениях, о своих успехах, ну, значимым людям там. Ну, или говорить, ну, да, я вот здесь молодец, я справился. Я хотел, чтобы это и не было избыточно, да, потому что, ну, в избыточности тоже там как-то чувствуется какой-то момент такой слишком, наверное. Ну, вот спокойно говорить о своих успехах. Связано это или нет? Ну, я думаю, что да. Я подумал, что, может быть, даже здесь речь идет о двух успехах, ну, как минимум, которые можно разделять. Один успех, который выражается во фразе «я всех победил» или «я лучше всех», это тот успех, о котором мы говорили, это, ну, беговая дорожка условная, да, это тема сравнения, то есть «я лучше их всех». Вот, а второе, ну, я не знаю, вот, если ты один идешь по лесу, быстрее или медленнее, и ты из точки А в точку Б дошел, ну, преодолевая какие-то трудности, да, или ты прочитал книгу, или ты написал стихотворение, я не знаю, да, ну, в этом смысле «достиг», не в смысле «покорил», не в смысле «пришел первый», а в смысле «тебе удалось забраться на какую-то неизведанную до этого для тебя самого, ну, в какой-то пункт прийти, внешний или внутренний». Я не знаю, успех это или не успех, но, наверное, это словом таким можно назвать, если ты потратил большое количество, если ценность того, что случилось, тебе самому ясна, тебе самому очевидна, она может быть не очевидна всем остальным. Тогда речь, может быть, идет больше не о цели, а о процессе. Про беговую дорожку вы говорите, я там больше, да, там пробежал, там, например, не знаю, больше всех в спортзале пробежал. Или сам факт того, что вот я сделал усилия, после работы пришел, и сам факт, что я бежал, пусть, может быть, даже километр, ну, не знаю, я вот пришел, пробежал на беговой дорожке, и для меня это успех. Это очень интересная, Елена, тема. Я вот иногда думаю, вот прямо сейчас, большущий город Самара, ну, не знаю, около миллиона жителей, даже больше, ежесекундно, ежемгновенно, вот прямо сейчас все мы делаем какие-то усилия. И каждое мгновение вот эта коллективная масса усилий делается, да, по, ну, не знаю, по поддержанию этого города в том виде, в котором он существует, одновременно по его изменению, и так далее, и так далее. Люди, ну, продолжают жить свою жизнь, чего-то хотят все индивидуально, и так далее. Мы еще как-то постоянно сеть, связь друг с другом поддерживаем, и мне вот интересно, иногда это нас объединяет, иногда мы не видим каких-то таких вещей, связанных друг с другом, вот. Но про усилия вот я что-то подумал. Это интересно, да? Усилие, в котором человек, наверное, абсолютно, ну, одинок, и сила этого усилия, и важность этого усилия известна только ему самому. Вот прямо сейчас, в эту секунду времени. И он может, я думаю, множить количество этих усилий, может не множить, ну, в какой-то, в каком-то таком... Наверное, сейчас время, я знаю, что у нас совсем чуть-чуть времени осталось. То есть, наверное, я вот сейчас вот в эту сторону заверну. Время, когда, в общем, мы достаточно напряжены все в связи с понятной, непонятной окружающей ситуацией, непонятно, когда вот это количество и вес, может быть, усилий для большого числа людей, я надеюсь, для большого, он как-то пересматривается. Ну, потому что смерть как-то стала близко. Вот она ходит, да, мы о ней знаем. И, может быть, вопросы к самому себе, а что будет, если... Ну да, она меня настигнет вот прямо сейчас. Да, да. Может быть, как-то пересмотреть свои усилия, может быть, начать принимать усилия там, где это действительно важно. Ну, и я знаю, что люди, пересматривая вот эти вопросы отношения к смерти, ищут поводы для радости, о чем они, возможно, до этого не задумывались. Да, и в смерти, конечно, очень трудно соревноваться. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Ждем ваших звонков каждый вторник в прямом эфире. Заглядывайте к нам. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин